Доброе утро! Любое другое время суток по вашему выбору. Такой будет немножко философский, может быть, ролик. Дело в том, что я последние пару дней откровенно радовался, заходя в соцсети. Радовался я тому, насколько же морально готовы люди к Третьей мировой войне. Вы, наверное, знаете эту историю, ее невозможно не знать, потому что стоит куда-нибудь зайти, и там просто первым номером. Какая-то бабка куда-то летела, кто-то сказал, что он сейчас ее шваркнет ракетой, и весь мир замер просто в ожидании. Вот ебанет, не ебанет, ебанет, не ебанет. Вот, и все сидели, значит, ручки потирали просто, вот, как бы, в предвкушении, да, ну, долбани, товарищ Си, там, да, давай уже, хрена к ней, эту старуху. Вот, она такая вся неприятная, там, еще с Кеннеди общалась, старенькая и так далее, и тому подобное. Вот, ну и, соответственно, результатом, ну, конечно, не с большой вероятностью, но чисто теоретически могла быть Третья мировая война. Вот, и что интересно, что, когда потом выяснилось, что никто никого не сбил, да, и Третью мировую там не начали в очередной раз, все расстроились. То есть, вот, Твиттер почитать какой-нибудь, да, любую соцсеть, вот, раз, два. А, тут, ну, первые же комменты, да, блин, почему товарищ Си не долбанул, там, и так далее, и тому подобное, траля-ля, вот, даже Вис Виталис, мой хороший знакомый по соцсетям, вот, я бы на месте товарища Си все-таки ебнул, вот, да. Да, вот, ну, началась бы Третья мировая, там, с использованием ядерного оружия, может быть, ну, и хрен бы с ним, вот, то есть, я, кстати, замечу, что если бы США начали воевать серьезно с Китаем, я думаю, нам бы тоже прилетело, потому что мы, в принципе, вероятный союзник Китая с ядерным оружием, да, то есть, мы цель номер два в данном случае. Вот, ну, это так, к слову, да, я что-то вспомнил, я еще самым краешком еще в детстве застал вот то, когда люди протестовали против войны, да, вот, выходили на всякие демонстрации, да, говорили, что воевать нехорошо, а вот, что это, ну, что это опасно для здоровья, да, что, вот, человечество уничтожать, вот, это плохо, ядерное оружие вообще фу-фу-фу, помните такое словосочетание ракета Першинг-2 из 80-х годов, вот, я помню, вот, во всех журналах наших там были, ну, это были совковые журналы, там были всякие карикатуры, как американцы хотят взорвать весь мир, там, и так далее, там, вот, позор вашингтонским провокаторам, вот, в Америке такое же было, такое же было, в Германии, например, да, то, то есть, там даже из-за этого некоторые ребята под названием РАП жгли магазины, там, взрывали редакции газет каких-то, еще что-то, а вот, ну, вот, мне скажут, вот, пожалуйста, ну, это, понимаете, это немножко другое, тут протестуют не против войны, тут протестуют, во-первых, против СВО, потому что никакой войны нет, вот, а, во-вторых, протестуют конкретно против того, чтобы Путин нападал на Украину, например, против того, чтобы кто-нибудь, например, нападал там на Сирию, Ливию, Югославию, Йемен, еще чего-нибудь, тут никто не протестует, это, во-первых, во-вторых, протестуют тут, может быть, даже не столько из-за того, что вот против войны, а потому что дорожает газ, вот, и, соответственно, дорожает все остальное, тут, скорее, вот такая мотивация, да, вот, вот, а раньше, все-таки, повесточка была какая-то более серьезная, да, вот, что против войны вообще, против ядерного оружия вообще, вот такого я что-то не видел, и, вот, например, например, среди всех, вот, вчерашних, позавчерашних, тут каких-то, вот, вскрика в соцсетях, я соусочетания нет войны не видел вообще, да, то есть, вопрос стоял только, только в том, чтобы, вот, ёбнет, синий ёбнет, и лучше бы, конечно, ёбнул, вот, вот, и мы им покажем, там, траляля, все дела, вот, за ВДВ, вот, тем более, вчера был, соответственно, день ВДВ, вот, то есть, товарищ Си, ёбнет, за ВДВ, и потом мы, как бы, а потом хрен бы с ним, что потом будет, и так далее, и тому подобное, да, вот, вот, и что интересно, да, что всё это происходит именно вот в формате соцсетей, всё-таки замечательная вещь соцсети, по идее, да, вот, если вдуматься, они же изначально должны были людей объединять, а вот, а тут так вот получается, что вместо того, чтобы, скажем, всем куда-нибудь выйти, да, и сказать, что, ребята, кончайте махать ядерным оружием, там, ещё чем-нибудь, да, вот, все сидят дома, вот, строчат, там, в Твиттер, Инстаграм, там, ещё куда-нибудь, Фейсбук запрещённый в Российской Федерации, и так далее, и тому подобное, каждый сидит на диванчике и ждёт, ёбнет или не ёбнет. Я, кстати, когда так говорю, я имею в виду и себя тоже, потому что я в этом смысле атомизирован по полной программе, вот, я сижу в деревне, да, то есть у меня связь со внешним миром практически только через соцсети, вот, и я тоже сижу и, как бы, жду, ёбнет или нет, вот, и никто вообще как-то абсолютно по этому поводу даже сильно не волнуется, всем, скорее, интересно просто, вот, ёбнет или не ёбнет. А вот, да, кстати, я замечу, что это не только у нас, насколько я понимаю, и в Китае, по которому могли ёбнуть, и в США, где угодно, всё то же самое. Это, к слову, какой Китай у нас коммунистический, да, вот, почему-то там местная пропаганда как-то вот интересно работает, что тут из-за какого-то Тайваня, Тайваня, это, конечно, неприятная штука для китайцев, я уверен, вот, но из-за какого-то Тайваня тут может начаться ядерная война, а китайский народ, я не имею в виду, там, компартию, там, ещё кого-то, да, а именно, вот, масса людей, они как-то, ну, я не знаю, поправьте меня, может быть, там кто-то куда-то вышел, что-то кому-то сказал, по-моему, нет, вот, вот, я говорю, опять же, вспоминается проклятый Советский Союз, да, то есть, где вот эта пропаганда, она шла постоянно, я её говорю, я её ещё помню, да, вот, вот, и эта пропаганда, она расползалась за пределы Советского Союза, Советский Союз промывал мозги, таким образом, всему миру, да, что насчёт того, что, ребята, капиталисты хотят развязать, там, ну, очередную мировую войну капиталисты точат зубы, да, боритесь с капиталистами, а то они грохнут и вас тоже, да, то есть, сначала нас, потом вас и так далее и тому подобное, да, вот эту вот всю капиталистическую пропаганду разоблачали и так далее и тому подобное, вот сейчас СССР, нет, вот, Китай этим принципиально не занимается, Китай, насколько я понимаю, у них просто привычка, они занимаются только собой, вот, только своим благополучием, вот, на других откровенно похер, вот, это просто видно потому, как коммунистическая партия Китая проводит агитацию за коммунизм по всему остальному миру, насколько я понимаю, никак, вот, и в этих замечательных условиях буржуазная пропаганда замечательно работает, лозунг «нет войне», там, «нет ядерному оружию», опять же, не конкретной войне, а войне вообще, вот, он, по-моему, плотно забыт, да, вот, забыты, как бы, люди, да, которые когда-то выходили, там, их разгоняли, избивали, там, не знаю, убивали, вот, но они все равно выходили и говорили, ребята, не надо этого делать, да, ничем хорошим это не кончится, ну, я, кстати, от себя замечу, что, как бы, эти люди выходили еще, когда ядерное оружие не было, соответственно, на таком уровне развито, как сейчас, да, то есть, тогда использование того же ядерного оружия, ну, было бы не так тотально и смертельно, как, например, сейчас, да, вот, вот, но эти люди, судя по всему, выродились, мы с вами выродились в этом смысле, вот, мы протестуем против чего-то, сидя в интернетах, вот, ну, естественно, владельцам этих самых интернетов и всего остального на наши вскрики откровенно похер, вот, поэтому, если кто-то по кому-то захочет ебнуть, его ничто не остановит, кроме каких-то вот таких чисто своих коммерческих расчетов, да, вот, и еще такой момент, вот, мне, может быть, показалось такое психологическое настроение, вот, людей, которые пишут в соцсети, что как же вы задрали уже вот с этими вот поводами, с этой шумихой по поводу того, там, ебнем, не ебнем и так далее и тому подобное, ебните уже, наконец, да, чтобы все кончилось, вот это вот настроение, оно очень нехорошее, но оно как бы тотально присутствует в соцсетях, ну, мне так показалось, я могу ошибаться, вот, короче, что я могу сказать, я рад, что мы морально готовы к началу Третьей мировой, вот, мы ее, думаю, даже не заметим, пока это не коснется вот лично нас, да, пока нас кто-нибудь или в армию не потащит, или пока по нам кто-нибудь ракетой не попадет, да, вот, будем сидеть, нам аватарочки менять в фейсбуке, я не знаю, постить мемчики, записывать ролики и так далее и тому подобное, да, вот, это радует, вот, никакого шока у нас не будет в этом плане, вот, мы морально уже готовы, вот, ну, поздравляю всех с тем, что вчера пронесло, ждем следующего варианта, да, я думаю, что он не замедлит показаться, да, когда будет выбор ебнуть, не ебнуть и так далее и тому подобное, вот, всем здоровья, хорошего настроения, всем добра!